Первое громкое дело против янтарной мафии. В мае перед судом предстанет зампрокурора Ривненской области Андрей Боровик. Следствие уверяет, что доказательств его вины достаточно. Генпрокурор Луценко вообще заявил, что после ареста подчиненного крышевание нелегальной добычи янтаря прокурорами прекратилось. О деталях янтарного процесса расскажет Инна Белецкая. Блокпост в Клёсове, он появился здесь в начале апреля. Времянка, шлагбаум, украинский флаг. На дежурстве ни военные, ни на сборде, даже ни полиция. Дорогу перекрыли старатели. В Рожкино, так называемое болото, никого не пускали. По данным полиции, каждый день здесь работали около 50 мотопомп. Мы первыми узнали о блокпосте и только после того, как рассказали о нем, его убрали. Выбачите, блокпосты уже устанавливают нелегальные выдобывающие Борщину. Свои блокпости и полиция, только после звонка с прокуратурой, которая сюда выезжает, меня абсолютно не важно. Поставить блокпост, перекрывать трассу за то, что взяли одного из бригадирей под крышей одной из политических фракций областной ради, это ставит нам очень серьезные вопросы к деятельности всего правоохранного блока. Нанесенный по интернему мафии удар – это громкие прошлогодние задержания. Главный фигурант – зампрокурора Андрей Боровик. Дело уже через месяц будет в суде. Расследование завершено, уверяет генпрокурор. Я считаю, что пан Боровик и был в архивке Айсберга на момент его арешта. Под час допитов он одного раза заявил, что его замовили в более высокопоставленном мафиозе, но на вопросы следствия он не дал никакой информации, никакого прозвища. 70 томов уголовного дела, 180 обысков, изъяты 160 тысяч долларов и 4 тысячи евро, тысячи гривен и белорусских рублей, золото, оружие. Задержаны бригадиры, старатели, правоохранители. Но за решеткой всего двое – бывший зампрокурора области Андрей Боровик и бывший руководитель Сарнинской прокуратуры Вадим Топольский. Остальные пошли на сотрудничество со следствием и их отпустили. Жена Топольского настаивает муж в Яновском СИЗО, потому что отказался признать вину и договариваться. Нет ни предметов злочин, нет ни фиксации. До Вадима они одновременно подходили и сказали, давай нам показы, которые нам нужны, и ты через три дня будешь дома. Угоду предлагают – вызнавай какую статью, одну из статей, и давай показы на Боровика. Главу ГПУ Татьяна ждет в холле Ривненской прокуратуры. Хочет спросить, почему ее муж за решеткой. Військовая прокуратура защищает бурштину копачей, которые действительно нелегально добываются, а своих работников прокуратуры, которые боролись с этим всем, они закрывают. Ну, секундочку, а можно узнать? Можно. А если на него есть показы этих копачей, что они ему сдавались в ежедневном здании? Нет показов. Я видела, адвокаты все показы видят. Хочется, чтобы они появляются каким-то дивным образом, так и все дивным образом там делается. Юрий Луценко обещает во всем разобраться и заявляет, напряжение на янтарном фронте снимет постановление правительства рекультивации. Документ предполагает, что два госпредприятия – Бурштин Украины и Укрбурштин – смогут добывать янтарь на поврежденных землях, привлекая местных жителей. Но это в планах. А пока незаконная добыча янтаря идет полным ходом. И управляют этим бизнесом, по мнению генпрокурора, не силовики, а исключительно бандиты при поддержке местных властей. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности – телеканал Интер. Ривненская область.